Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 139. В нем звучит жалоба Господу на клеветников, на устах которых изменен яд. Этот и другие наши псалмы мы изучаем в Московском Средневенском монастыре, а наши лекции записываются в редакции портала экзегет.ру. В отличие от других псалмов плача, автор 139-го псалма не пытается остоять свою невиновность. Он только молится Богу о защите и уничтожении злоязычных врагов. Псалом делится на пять близких по размеру строф, из которых первые три содержат на конце значок села. О нем мы говорили в наших предшествующих лекциях. В первых двух строфах псалмопевец дает характеристику врагов, как злодеев, притеснителей, подобных змеям, нечестивых, гордых. В третьей строфе он просит Бога остановить нечестивого, чтобы не исполнились его злые умыслы. А в четвертой строфе он молится о том, чтобы притеснителя постигла погибель. Гимн заканчивается на ноте уверенности, что Господь сотворит суд и восстановит справедливость по отношению к угнетенным. Враги псалмопевца, по всей видимости, были не иностранцами, а согражданами. Есть мнение, что этот и три следующих за ним псалма были связаны с гонениями Саула или восстанием Авесолома против Давида. В пользу этой точки зрения свидетельствует надписание псалма именем Давида как по еврейской, так и по греческой традиции. Но есть и другое мнение, что эти псалмы были составлены уже после плена. Так или иначе, сам текст не даёт никаких исторических параллелей, по которым можно было бы точно определить его датировку. Способ изложения мыслей в псалме характерен резкими выражениями. И поэтому легче предположить, что псалм написал Давид, чем гадать, кому здесь могли подражать. В пользу этого свидетельствует надписание в сирийских рукописях, где после слов псалом Давида добавляется выражение «Когда Саул бросил в него копьё». Рассмотрим подробнее содержание текста 2-4 стихи. Повторение синонимов «избавь», «сохрани», «соблюди» является отличительной чертой данной жалобы. Две половины 2-го стиха семантически параллельны. Во второй половине 2-го стиха по древнееврейскому тексту иной порядок слов, что указывает на напряжённость прошения псалмопевца. «Избавь меня, Господи, от человека злого, от человека жестокостей сохрани меня». Похожим образом строится параллелизм и в 3-м стихе. В первой половине 3-го стиха автор говорит о планах злодеев, а во второй половине указывает, что они нападают с войной. Они буквально живут ради войны. Вряд ли речь идёт о вооружённых конфликтах между странами. Метарафора войны здесь используется для описания словесных атак. Таким образом, автор хочет сказать, что тайные заговоры ведут к междоусобицам. Особенность 4-го стиха заключается в том, что в имитации шипения змеи с помощью еврейской буквы «шин» формируется особый параллелизм. Данная буква, формирующая шипящий звук, встречается в следующих словах еврейского текста «заострять язык, змея, гадюка и рот». Многократный повтор звуков в этих словах «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш» и в конце «с-с» повышает реалистичность шипения змеи, которые уподобляются злые языки врагов. То есть они говорят так, как шипит змея. Яд у них под языком. Их слова жалят, как ядовитая змея. Употреблённое здесь слово «гадюка» встречается в Библии всего один раз. Некоторые считают, что речь идёт о рогатой кобре. Такие кобры, они в большом числе встречались в Египте. Евреи, конечно, об этом помнили. Другие считают, что здесь вполне может встречаться редкое слово, обозначающее «ядовитого паука». В послании апостола Павла к римлянам фразы из Септуагинты «Яд аспида под устами их» передаётся как под копирку из данного псалма. При этом контекст их употреблений различный. Псалмопевец приравнивает к змеям коварных людей, своих политических врагов. А апостол Павел помещает цитату в контекст размышлений о всеобщей греховности человечества пред Богом. Как иудеи, так и эллины все под грехом. «Нет праведного ни одного» послания к римлянам. В пятом-шестом стихах псалмопевец молится, чтобы Господь спас его от нечестивых, жестоких и высокомерных врагов. Середина пятого стиха повторяет вторую половину второго стиха, что усиливает боль и просьбу автора «сохрани меня от притеснителей». Если отрицательный эпитет из пятого стиха характеризует худой моральный облик врагов, то характерные слова из охотничьего лексикона в шестом стихе указывают на дерзкий характер их поступков. Они расставляют силки и петли, устанавливают сеть и деревянные клетки, как будто бы ловят важную птицу. Охотники за телом желают ему смерти. Они планируют зло в своих умах. Они полны решимости повалить автора псалма на землю. За словом «повалить» стоит еврейский глагол, который означает «толкнуть», «ударить». Враги выбивают у псалмопевца почву из-под ног. Седьмой-девятый стихи. Исповедание Господа своим Богом и просьба услышать голос встречается в псалмах довольно часто. Исповедание Господа своим Богом является основанием для молитвы к Нему. Господь мой Господин, сила моего спасения. В данном выражении, которое нигде более в Ветхом Завете не встречается, объединены две характеристики Бога, о которых постоянно свидетельствуют псалмы. Сила и спасение. Его покровительство подобно шлему, защищающему от врагов. Господь щитом защищает во время брани. День брани – это день, когда к полю битвы подтягивается оружие. Судя по военной лексике, псалмопевец участвовал в реальном сражении, в котором Господь сохранил его жизнь. Используя образы воинского оружия, апостол Павел придает им духовный смысл. Так по Павлу для победы над кознями дьявольскими нужны щит веры и шлем спасения. Зная, что защищен, псалмопевец молится, чтобы планы врагов были сорваны. Интерпретация редкого слова «желагимое» в девятом стихе, который нигде более не встречается в Ветхом Завете, ориентируется в исследовательских трудах на текст септуагинты. «Желаемое для врагов» – это заговор против автора псалма. Враги желают смерти псалмопевца. Непостоянство в указании на единственное множественное число действующих лиц, скорее всего, говорит о том, что врагов было много. Если планы врагов сбудутся, они возгордятся. Их надменность опасна тем, что в возношении своем они могут забыть Бога, восстать против Него. И поэтому псалмопевец молится, чтобы Бог разорвал их недобрые планы. Резкий переход к словам «они возгордятся» в конце девятого стиха характерен для псалмов Давида, в которых смена настроения передается краткими выражениями, кажущимися на первый взгляд разрозненными всплесками фонтана мыслей и чувств. Поскольку злые языки выше сравнивались с ядом, не исключено, что указание на головы в десятом стихе продолжает начатое выше сравнение с гадюками. В виде, как окружающие враги гордо поднимают головы, псалмопевец с горящего склицает. Пусть проклятия, которые они изрекают против меня, падут на них. Пусть их умертвит собственный яд. Горящие угли и пропасть – это два образа уничтожения врагов. Падающие с неба горящие угли напоминают дождь из серы и огня, которые Господь пролил на Содом и Гоморру. Слово «пропасть» по общему контексту, скорее всего, указывает на бездонную яму, откуда невозможно выкрапкаться. Такая яма напоминает шоу, преисподнюю, упав в которую, никто уже не возвращается в мир живых. Однажды так и случилось при восстании на Моисея с Аароном. Разверзлась земля, разверзла свои уста и проглотила людей Кореевых и все их имущество. Следовательно, пожелание, чтобы они никогда не восстали, в приземленном контексте означает, чтобы они никогда больше не обрели прежние силы, а в метафизическом – чтобы они не воскресли. За русским переводом слова «злоязычный» стоит указание на словосочетание, которое встречается в Ветхом Завете всего один раз. «Человек языка». Греческие переводчики подобрали данному выражению эквивалент, который означает «болтун», «спорщик». Автор псалма не хочет, чтобы такой человек насилия, который распространяет в обществу клевету, человек языка, злого языка, стоял на земле твердо и преуспевал. Он желает, чтобы зло погубило его. Редкое слово «удар», «ветер», «изгнание в преисподнюю», но имеет разное значение, усиливает акцент на скорости и интенсивности поражения злодея. Удар на удар, ветер на ветер. По сути, перед нами одна из форм проклятия. Пусть зло преследует человека, который использует насилие для достижения своих целей. Таким образом, 12 стих возвращается к охотничьей теме, начатой в 6 стихе. Но теперь охотник и жертва словно меняются местами. Те, кто гнались за псалмопевцем, теперь убегают от последствий своих лодеяний. Ветер гонит их с места на место. Нет им места на земле. Они сами накликали себе беду. Завершается псалом в 13-14 стихе упованием на то, что Господь защитит угнетенных, нуждающихся. Он уверен, он знает, что повинующиеся Господу будут наслаждаться полнотой жизни. Это знание противоядия от греха. Суд Божий, к которому он апеллирует, должен восстановить бедных и в их правах. Праведные и непорочные – это синонимы верных Господу людей, которые прославляют его имя, стремятся жить поближе к месту прославления его имени, потому что вблизи его присутствия защита, полнота радости и блаженства. Намеки псалмопевца на мир иной дают повод некоторым толкователям полагать, что в данном псалме присутствует не только идея покрова Божия от людских мятежей, но и намек на обитание праведников перед лицом Божиим после смерти. Подведем итоги. Жизнь нечестивцев может казаться успешной, а народа Божия – суровой, скорбной, но это не должно быть поводом для уныния, особенно для верующего человека. Отдушиной для верующего всегда является Господь. По мере приближения к нему путь нечестивых все очевиднее кажется скользким, поскольку в любой момент они могут споткнуться и упасть в бездну. Те же, кто разменивает зло на радость в этой жизни, в ином мире будут плакать. Плачущие в этом мире возрадуются в жизни вечной. Эта христианская истина прописана в Евангелии. Но для псалмопевца жизнь на земле казалась столь ценной, что он вряд ли готов был бы подставить под удар вторую щеку ради воздаяния за гробом. Он был примером праведника, который мог заклясть врагов и попросить Бога их убить. От этого никуда не денешься. Поэтому очевидно, что проповедь Иисуса Христа несет весомую новизну, которая заключалась прежде всего в том, что впервые для ветхозаветного человека возглашалась такая заповедь. Если псалмопевец всего лишь рассчитывал на жизнь перед лицом Бога, то Христос, исполнителем новой заповеди, пообещал нечто гораздо большее – да будете сынами Отца вашего Небесного. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok